здравствуйте друзья письмецом здравствуйте михаил меня зовут дмитрий мне 21 год я проживаю в россии подписался на вас недавно но за короткое время посмотрел немало ваших видео вы много говорили о дипломах высших учебных заведений что их можно эволюировать у меня с этим ситуация похуже в школе я учился через пень колоду о чем сейчас жалею в итоге ушел после девятого класса и поступил в техникум на специальность путь и путевое хозяйство путь в общем путеять я ремонт и стройка железной дороги осознание того что зря я плохо учился в школе пришло ко мне как раз в техникуме я стал самостоятельно узнавать то что пропустил в школе оказалось что не так уж трудно конечно с детства у меня была мечта жить в сша не знаю почему а мечта не требует знать почему мечтаешь себе все так нормально может быть фильмов насмотрелся можете еще что-то это была просто мечта ребенка и держалась она долго но родители этого не разделяли и постоянно говорили мне что это бред и так далее в итоге и я для себя это уяснил но вот однажды прочитав одну из мотивирующих книг которые к слову я всерьез не воспринимал это правильно это правильно я нашел в ней одну цитату которая пробудила во мне былые мечтания и превратила их в цель эта фраза звучала следующим образом зачем людям мотивация ведь она у них есть просто ее не воспринимают всерьез у вас всего одна жизнь у вас всего одна жизнь тут меня как будто осенило что я иду туда куда идти совсем не хочу welcome to the club что называется так со способами иммиграции я знаком благодаря вам и вашим коллегам так что про них я спрашивать не буду хорошо у меня вопрос заключается в другом как быть с моим средним образованием оно там совсем не котируется так вопросительный знак 21 год ну если что-то знаете о железной дороге точнее как она устроена в сша можно ли туда пробиться с моим образованием хотя конечно в моем плане по иммиграции у него план есть есть пункт о возможной смене профессии скорее всего в вашей области так как компьютер мне близок английский я понимаю на уровне понимаю почти все сказать не могу почти ничего это да это так сказать распространенный такой путь сейчас хожу на курсы а после них буду проходить усиленную подготовку к тойфу в общем пытаюсь делать все чтобы приблизиться к своей мечте для себя я уже решил что ради своей мечты я готов съесть ведро дерьмо как вы сказали в одном из своих видео ну давайте мы и так более пристально посмотрим на нашего героя а имя есть только нет дмитрий чё же у нас с именем дмитрий 21 год давайте я попробую сформулировать ту ситуацию которая сложилась у дмитрия значит как я ее понял из письма хочу него были детские мечтания непонятно почему может быть он кино насмотрелся как он говорит но вот чё то ему америка красиво там знаете вот можно даже вот google maps там пойти побродить по городам посмотреть как чё ну то есть нормально все понравился и мечта она как бы детская понятно что детская его там наругали взрослые говорят какие-то мечты странные там еще чё то но он вроде и перестал а тут он книжку читал и какая-то мысль вот прочитанная из книжки мысль о том что жизнь одна и что у нас есть мотивация просто надо разрешить так сказать себе себе чтобы эта мотивация в нас проявилась и в общем вот эта мысль его зацепила опасность чтения книг состоит в том что иной раз берешь книжку совершенно безобидную и вдруг какая-нибудь мысль тебя раз и зацепила но в этом и смысл чтения книг да если тебя там ничего не цепляет что вообще читать в общем детская мечта ему стало казаться вдруг его осенило что вот эта мечта про америку просто ему ее отшибли взрослые вот а мечта то она самое что ни на есть вот настоящая такая мечта и и в общем и надо как-то теперь ее реализовывать потому что если не сейчас и не мы то кто когда и вообще нафиг мы кому нужны вот если мы не нужны сами себе я я как бы так понял этот вопрос да но что тут сказать ему 21 год и в общем то уже нельзя сказать что там знаете там не 16 не 14 уже на самом деле достаточно ну взрослый парень в общем то да не мужская взрослый человек и меня в этом во всем беспокоит как бы сказать все таки с одной стороны я говорю что мечта она в общем то не должна не отвечать на вопрос зачем тебе или там многие а почему и что там да вот мечта не требует но с другой стороны бывают такие мечты что может уже лучше чтобы она и не сбывалась так тоже бывает понимаете завиральные какие-то мечты бывают мы мы все знаем но я не знаю про 21 год но вот если вы там постарше а может быть вы и моложе но но вы сталкивались с тем что в жизни были какие-то завиральные мечты и когда они осуществляются вы думаете мама родная и вот ради этого я вот что же это я такое поэтому я когда слышу что вот у меня была мечта уехать в америку или там во францию или там в австралию там или чё-чё-то и вот я спрашиваю зачем но вот ну хорошо но ты хочешь уехать но зачем вот тебе уже 21 год и а все-таки что ты хочешь найти там вот просто физическое пребывание в какой-то точке на карте не делает же тебя счастливым но просто физическое пребывание ты же зачем ты хочешь но что-то такое там должно произойти ну ну ты можешь взять путевку и там я не знаю какую-нибудь или там поехать в тур поездку и поехать в опалачи там где там тебе хочется поехать потому что на гранд каньон может быть там в майами позагорать ну и вот эта потребность может быть она удовлетвориться нам на уровне того что в кино виду ведь все-таки переезд это же не иммиграция даже не то что у него язык там он не владеет это и это мелочь но разберется молодой парень чудом не о чем говорить в ресторане поработает там три месяца и разговорить но ради чего все даже я не знаю все таки мы рождаемся связанными физически с тем местом где мы родились есть есть связь с местом она у одних людей сильная у других людей слабая она может быть какой-то все подавляющий когда у человека ничего кроме связи с местом уже вообще нет такое бывает или скажем так если вы вырвать с этого места то все остальное уже не можете ему компенсировать этого места так так тоже бывает бывает чтобы не связаны с местом бывает что мы ненавидим это место но но даже даже когда мы ненавидим это место мы все равно с ним связаны понимаете как интересно и нас не спросили вот родились мы тут и все вот с этой водой с этой землей с этой энергетикой с этим небом поэтому он он, может быть, сейчас не ценит того, что у него есть эта связь, и она его как-то подпитывает, но вот у меня есть опасение, что вот это как-то какая-то несостоявшаяся, но детская мечта, и, может быть, во взрослом состоянии, если ты хочешь идти этим путем, все-таки, наверное, надо переопределить вот эту мечту и, может быть, написать там на бумажке там 10 вещей, которые я хотел бы иметь, когда приеду в Америку. Ради чего я это все? Ну, 5, внутри. Ну, все-таки. Следующий момент, он немножко, ну, не могу сказать, что это забавно все, но в конце вот эта фраза, что я готов съесть ведро дерьма, значит, там, чтобы состояться на новом месте. У меня есть видео на этот счет. И оно, кстати, довольно популярное. Там хорошо так за сотню тысяч просмотров. Дело в том, что я напомню тем, кто видео не смотрел, что есть такая эмигрантская мулька, которая обращена к людям, находящимся в таких розовых очках, в мечтательности такой романтичной, что вот они сейчас приедут, и вот буквально вот как наш Дмитрий, что, милый, это же все не так просто, это же надо там дерьмо, там ведро дерьма. Каждый эмигрант должен съесть, спереди, чем он там начнет нормально жить. И вот это мулька такая. У меня есть видео по поводу этой мульки, где я объясняю, что ну, разные аспекты, кто хочет, может посмотреть. Значит, я вот что хотел сказать. Съедание ведра эмигрантского дерьма это привилегия. Понимаете? То есть, когда ты уже приехал, и когда ты тут живешь, и когда у тебя там планы мечтаний, и ты переживаешь, что тебе приходится его есть. Но когда ты там, когда ты еще не доехал, не приехал, и у тебя ничего такого, и ты еще и не эмигрант никакой. Так вот, иметь возможность съесть это ведро говорит о том, что вот эта возможность говорит о том, что ты прошел уже очень значительный путь. Понимаете? Надо же прийти в ту точку, где вот это ведро. Конечно, если прийти в эту точку без английского, то ведро станет большим. Наверное. Если прийти в эту точку без официального статуса, легитимного, да? То есть, у тебя нет грин-карты, у тебя нет разрешения на работу, ты приехал там по туристической визе, а еще лучше вот так, через мексиканскую границу перешел. То есть, как бы, размеры дерьма, тоже растет. Это уже не ведро, это может быть целая бочка становится. Но все равно это надо уже быть тут. Следующий момент, который меня в этой истории немножко так расхолаживает, это интерес Дмитрия к состоянию железных дорог в Соединенных Штатах. То есть, он путеец. Нельзя сказать, чтобы он как-то был, знаете, в эксайтменте, в таком, знаете, в радостном возбуждении по поводу путейской жизни. я не вижу, чтобы он был каким-то фанатом этого дела. Он говорит, ну, поскольку, поскольку уже сложилось так, что я вот, значит, закончил вот этот техникум, так я тогда уже интересуюсь, насколько оно мне нужно в Соединенных Штатах. Хотя, если что, так я могу и переучиться тоже. я же готов съесть ведро дерьма. Я хочу сказать, это счастье съесть ведро такого дерьма. Понимаете, это ведро с медом, а не с дерьмом. Значит, но это отдельная история. Значит, это большое счастье. Многие бы люди переучились, если бы они знали, что есть такое. Значит, это тоже какой-то момент непроработанный. Он говорит, вот у меня план есть. Вот в соответствии с моим планом я там готов переучиваться, если что. Но с одной стороны железные дороги в США действительно находятся в очень таком подавленном состоянии. Когда-то вся страна была покрыта сетью железных дорог. Есть книжка, я очень советую всем, кто интересуется вообще Америкой, прочитать эту вещь. Это называется «Без языка». Короленко, вот и был такой писатель, «Дети подземелья», который написал. Вот тот же самый Короленко написал книжечку, называется «Без языка». Это шедевр вообще, шедевр литературы об иммиграции. Я не буду вам рассказывать, вы можете просто погуглить, и она наверняка где-нибудь лежит просто вот там в виде файла. Она небольшая, вы почитаете, это восторг, совершеннейший восторг. Да. Ну, хорошо. Значит, так вот, план, который у него есть, не выглядит как план. И посмотрите, что его интересует. Он говорит, как там вот быть с моим образованием. Вот мое среднее образование как-то годится. Это говорит о том, что он не вник толком процесс. Во-первых, вопрос об образовании мы уже много раз там говорили на эту тему, и, наверное, не я один. Но, как сказать, мне, с одной стороны, нравится, что у него как бы проснулся интерес к учебе. Да, это неплохо. Это очень важно, чтобы человек верил, вот, он поверил в то, что он может. Он говорит, это несложно. Я, говорит, начал там какие-то знания, там пробелы ликвидировать. Это несложно. Это очень важное достижение. Потому что он был, да, в стороне от этого. Вдруг он понял, что он может. Это дорогого стоит. Независимо от страны, в которой он живет, там и так далее. Поэтому что тут сказать? Да, так вот, без языка. Там очень хорошо описано, как страна была покрыта сетью железных дорог. Буквально сто лет назад. там, может быть, сто десять. Вот. И ему там много чего нашлось поделать. Но сейчас как-то все это поникло. И автомобильный транспорт забил железные дороги. Вот. Поэтому я не думаю, что ему с железными дорогами надо как-то так ориентироваться в эту сторону. Я бы на его месте начал бы, может быть, менять профессию заранее. Вот прям сейчас. Если он полюбил учиться, то пусть учит что-нибудь подходящее там, я не знаю, айтишное. То есть, безусловно, ему придется менять профессию и безусловно, он начнет непонятно с чего, как многие мигранты начинают там в ресторане, где-нибудь, в магазине, там на стройке и так далее. если вообще ему визу дадут, если вообще все это может во что-то превратиться, там, я не знаю. Поэтому я, с одной стороны, как бы желаю парню успехов и чтобы все у него, значит, там получилось из задуманного. С другой стороны, я беспокоюсь о том, что оно не проработано и что вот то, что у него там план, он может быть такой же завиральный, как сама мечта. Понимаете? Может быть, она и не завиральная, но этого пока не видно. Понимаете? Пусть бы он как-то в этом смысле проявился, да? То есть показал, что он на каком-то уровне проработанности находится в своих иммиграционных планах, потому что сейчас, кроме того, что у него есть детская мечта из кинофильмов, возможно, и поскольку надо вообще жить свою жизнь, и другой мечты не было, он тогда решил вот эту мечту. Значит, мой совет такой будет Дмитрию и другим ребятам молодым. Понимаете, папа, родители ему говорят, это не мечта, это ерунда, это здорово. Но родители, наверное, должны были бы сказать, ну, какие-то ориентиры дать человеку по жизни. хотя, может быть, они ему говорят, вот есть хорошая мечта там, не знаю, выслужиться там в начальнике участка на железной дороге. Я не знаю, что они ему говорят, предлагают ли альтернативу какую-то, но, в принципе, я думаю, что и Дмитрий, и другие ребят молодые, прежде чем такие планы строить, как бы, иммиграционные, я бы на их месте там взял бы и там сказал бы, вот есть там пять вещей, которые действительно для меня интересны. Написал бы списочек, дальше бы там как-то с этим поработал на предмет того, чего ему реально больше хочется. Может быть, ни одна из пяти вещичек ему не хочется. Может быть, люди, с которыми он поговорит, скажут, объяснят ему, что это несерьезно. Убедительно объяснят. Есть потрясающая книга. Слушайте, что я это самое... Есть потрясающая книга. Называется она по... Джон Максвелл. Есть такой мужчина. Мотивационный такой говорун. Потрясающий. Это мой любимый. Это просто блеск. У него штук тридцать книг на самые разные темы. У него есть книга. Называется Put Your Dream to the Test. То есть протестируй свою мечту. Так я бы перевел. По-английски она так называется. Наверняка она по-русски тоже есть. Я видел его книги переведенными. А если он еще и по-английски читает, то пусть почитает по-английски. Я не знаю, как угодно. Это совершенно гениальная книжка, которая показывает, как понять, что таки да, вот эта мечта это твоя мечта. Там вот это бесподобно сделано. Я почему знаю, я ее однажды прочитал, а потом я сделал семинар из 10 занятий. У меня было 10 занятий там по 4 часа, 40 часов. Я сделал курс. Это было очень давно, лет 15 назад. Я сделал курс для своих студентов, чтобы мотивировать их к поиску работы, чтобы они так как-то очистились от всех остальных вещей, которые в данный момент их отвлекают и так далее. Один раз я его провел. Вот это очень классная вещь. И там прямо, знаете, инструментально там прямо написано, какие вопросы себе задать. Значит, и очень классная книжка. Я вдруг вспомнил и за прошествием там времени она у меня где-то там замылилась. Вот, вот может быть начать с этого. И не только Дмитрию, но и всем остальным вот есть мечта. Сделайте по книжечке. Очень-очень классно. Счастливо!